всем привет с вами тед и сегодня у нас твт это нас уже восьмой шаг по пути постижения террано и все лишнее видео вы узнаете все что нужно про матчап террин против террин на примере матча будем смотреть клемм против спешила да то есть мы не будем ставить мои лазерные игры как обычно будем смотреть игры профессионалов и разбираться уже в точности то есть что они делают какие они вещи предпринимают чтобы вы могли это на свою игру собственно натянуть потому что в целом вам базовой разведки из прошлого видео может хватать на ладере выше крыши то есть соревновательной вашей игре вот но если вы хотите стать мастером зеркалки лучше учиться у лучших а именно у тех кто играет на крупных турнирах которых побеждает и вот собственно отличные кандидаты так что поехали смотреть и параллельно с этим как вы думаете какой самый имбовый юнит у террано пишите обязательно в коммент ваш ответ ваше мнение так спешил сразу едет в разведку точнее в прокси разведку то есть будет ставить прокси барак одна из опций на самом деле но по открытию мы будем наблюдать именно за клеммом это самое стандартное открытие против террано которое вам только может понадобиться весьма круто и готова ко всему то есть пока здесь спешил идет делать прокси рипера мы делаем газ до барака мы делаем барак из которого у нас будет выходить рипер и марик после барака второй газ то есть зеркалки они опасные вас могут зачистить вас могут жесткую чем-то наказать если вы будете открываться халявне поэтому принципе открываться открываются в зеркалках обычно так как их в протас против протаса модно 2 гейта вот террано против террано 2 газа до цешки и соответственно газы мы наполняем делаем здесь у нас выходит рипер делаем сразу же factory после рипера у нас обязательно должен выйти марик еще не второй рипер извиняюсь извиняюсь марик выходит обычно в других матчапах кстати в следующих видео это увидите и поэтому обязательно поставьте колокольчик чтобы не пропустить здесь у нас ксм к и рипер выходят они в принципе так вылазит что если клем будет микрить ему нужно попадать ровно мышкой по вражескому риперов каждый оклик а вражескому риперу можно просто окликать в пустоту тогда он будет стоять по риперу клемма поэтому он в принципе убегает даже не будет пытаться здесь микрить то что он все на первую выстрел пропустил дальше он сильно не напрягается спускает несколько ксм ок принципе ничего сложного нету второй рипер строится на защиту и после второго рипера идет марик уже как раз таки тем временем делается гелионы и все гелионы марики поехали делаем старпорт вот так вот у нас тратится газ в этом билде и только после этого можем начать задуматься уже о постановке второй базы собственно что это делает клемм что делает спешил они вдвоем ставят вторые базы уже спешил тем временем мешает но это не важно важно что важно что мы должны поехать и вот этой всей нашей толпой не обязательно продавить убить или еще что-то сделать но мы можем посмотреть если там вторая база или еще что-то почему клемм действует агрессивно он знает что спешил поставил брак в прокси соответственно он теоретически мог иметь где-то юнитов не в позиции или еще что-то поэтому он немножко агрессивнее напал проверил что нету гелиона успешила поэтому он прям давит этих риперов подымается и здесь он в принципе почему заходит опять же дальше во первых он выиграл размен во вторых он хочет посмотреть что там происходит и он видит две факторы он понимает что это мех что это будут час циклоны получается из факторы делаться и смотрите его действия очень шикарный на самом деле шедевральный он делает просто наш классический 111 билд он делает реактор на бараке техлаба на факторе и техлаба на старпорте и начинает делать циклонов большей и мариков большие просто как классный дпс юнит терран против террана им не обязательно даже инвиз но они просто быстро и они могут догонять так вот циклонов их убивать он поедет этой своей мощью пытаться контратаковать видят третью базу и вот этот опять же вспоминаем прошлый урок базовая разведка все 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 базовая 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 если соперник пытается раньше вас начать занимать базы что вам нужно сделать подкопиться и пропушить и вот собственно обычная реакция клемма он делал 111 продолжает делать 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 ставит все третью цешку потому что конечно в целом ему будет хватать пока что продакшна но вообще чтобы производить юнитов вот с такой вот экономики вам достаточно трех бараков старпорта и что мы в принципе видим он ставит барак на стимпак учить второй барак на реактор достраивает и этим бараком он будет учить щиты на то есть он взял перелетел два раза старпортом потом на старпорте делает реактор это ему нужно чтобы начать делать медиваки и потом будущем викинги то что они будут помогать ему собственно сражаться вот здесь спешил пытался помешать ему занимать третью базу но опять же занимать третью базу под прикрытием достаточно не тяжело и все как я говорю он просто идет в пуш да то есть он не спешил с 3 он за счет этого смог построить достаточно юнитов и он выбрал био как контру меху как раз таки по одной простой причине что в лейте может быть вам тяжелее будет играть против меха но мех очень долго собирает свой лимит поэтому на данный момент вы видите успешила у нас всего 86 лимита крема уже 105 и он идет просто огромной толпой под щит под стимпак под этот тайминг и посмотрите посмотрите что он делает как я рассказывал он берет рейвеном обезвреживает танк обезвреживает либераторов и просто их уничтожает своими юнитами все замес решается вот так вот просто то есть он следит за основными вещами потихоньку развивается кидает раз-два убирает одного либератора одного танка эти еще разложиться не успели и буквально буквально пара мариков пара мародеров и все мы как совсем разобрались вот так вот решаются все вопросы это в принципе вот так вот выглядит нормальная профессиональная твт вот такие вещи нам нужно смотреть следить делать чтобы побеждать поэтому учитесь у сильнейших а подписывайтесь на меня и жмите колокольчик чтобы не пропустить следующей серии спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из десяти шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед а